Текло? Не запотело? Чё, пишем? Девушка, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, как должен выглядеть настоящий дегустатор водки? Я думаю, должен быть очень старым, потому что уже всё перепробовала, я думаю. Во-первых, очень таким настойчивым, я думаю, потому что такие люди, которые пробуют такую жидкость, они бывают такие резкие. Я думаю, я думаю, ну, кстати, маловоспитанным, я думаю. Маловоспитанный? Я так думаю, потому что кто будет нормально это употреблять? Кто будет нормально употреблять водку? А вы когда-нибудь пробовали водку? Я нет ещё. Нет ещё? Не успели? И не собираюсь по каждому дежуре время, потому что это очень вредно для организма. Тем более молодого и начинающего... Начинающего пить? В звёздной карьере, нет. А, начинающего в звёздной карьере, а в чём вы начинаете? Я начинаю, я журналист. Так. Сейчас я оканчиваю не по себе, а демистральку, вот, а потом я уже пойду даже на... Что вы журналистничаете? Расскажите. А, я такие события, светские события, такие интересные премьеры, вот, фильм, как раз вот премьеры. Мы тут были на премьере фильма «Я из судьбы», «Наша Раша», была просто офигительная премьера, было очень весело, было очень круто. Припатя была в очень крутом месте, мы там просто отрывались просто на полную, просто своими друзьями, просто офигительно было, на самом деле. Слушайте, а вы серьёзно вообще не пьёте? Вообще, вообще нет. Вообще никогда не пьюте? Только соки, коктейли. Соки, коктейли, но коктейли же тоже бывают алкогольные. Я только безалкогольные пью, коктейли. А, то есть вы когда подходите... Соки сайдом, я говорю, без соки сайдом, соки с газировкой, соки с минералкой, смесь соков, кубичной апельсиновым баданом соком. Кубичная смесь соков, но без алкоголя... А какой запитчик? был. У меня каждое утро в мусс, потом я еще на эстраду, у меня начинают просто миновывать все события, на самом деле. И просто это вот, я думаю, очень вредно, для начинающих людей в светской жизни. Представляете, какая-то не та девушка, слушайте, но вообще-то, когда светская жизнь, она предполагает, что нужно выпивать, потому что все звезды, с которыми я всегда общаюсь, они всегда говорят, что Катя, конечно мы пьем, и пьем, причем много, на каждой презентации, зигу, стации и так далее, так далее. Но надо все-таки иметь свое мнение, я считаю, как бы, вот нравится, пусть они как бы это делают, но, в самом деле, просто вот, вот Куба Лоттен была вечеринка, просто офигенная, после рождения Куба Лоттен. Офигительная вечеринка была. Да, она была, как бы, такая новогодняя вечеринка, и так как бы, даже все звезды, как бы, ухудрые, наверное, там и славы, на самом деле, все, на самом деле, пили очень-очень. Слушайте, а вы так быстро разговариваете, вы научились идти на кандылаки, или кто, кто ваш прародитель, на кого вы смотрите, кто вам нравится? Да, идти на кандылаки, конечно, идти на кандылаки. На кандылаки вы перед зеркалом дома сидите и тренируетесь и думать, так-так-так-так, сейчас я буду разговаривать как Тина Кандылаки, ну-ка, скорее, давайте-давайте, выкируй мне гостей. Да, я просто так говорю, как бы, как бы, рождение на самом деле, как бы, уже таким же навыком, как бы, уже родилась на самом деле. В общем, много-много мыслей в голове летает, и поэтому... Да, и поэтому я еще, так бы, проедирую Кандылаки заодно. Ну, вот, Тина Кандылаки, у тебя появилась конкуренция, как вас зовут? Светлана. Вот, Тина, у тебя появилась конкуренция в виде Светланы? Она затмит тебя. Я планирую очень много-очень много передач на каналах музыкальных и современных СТС, допустим, там РЕН-ТВ. Канал Культура нет? Культура обязательно. Просто первое место культура. То есть вы попробуете везде, в общем. Да, вот везде. Все в первых культурной жизни наша столица. И культурных и светких. Так что, особенно, мне кажется, МТВ это просто офигительный канал, на самом деле. Просто МТВ это просто субтитый канал. МТВ это круто, конечно. МТВ это йоу. Потому что там очень прикольные вечеринки было. Был сенсейшн, был сэх. Просто офигительный. Просто эмоции, просто невероятные. Просто офигительный атмосфера. Просто такой просто праздник, как бы. И просто офигительная такая драйв, просто драйв. И музыка, которая не русская такая, обычная музыка. Типа лайт, попса. Просто невозможно. Невозможно слушать такую музыку. Она неофигительная совершенно. Абсолютно. Я тоже согласна, неофигительная. А вот именно Дэвид Гетто, также еще Андрил Лави. Ничего. Офигительного. Да. Вот, на самом деле. Вот. А также еще очень прикольные музыки. Блин, самые новейшие. Вот на цехе. Там просто блин, месть такая дезвейская, протяжная музыка. Месть просто все просто блин. Безбашенные садили на цехе. Все-таки там вот, просто офигительная была. А вы родились в Москве? Да, конечно. В Москве, да. Да, и да. Все, это уже. А сколько вам сейчас лет? Мне 17. Ах, вот оно. Юное, рование, молодое поколение 17 лет. Что же будет с этой девушкой, когда она достигнет возраста Светины Газделаки? Непонятно. У меня есть еще один вопрос. Вы когда-нибудь в интернете знакомитесь? Ну да, конечно, да. Расскажите какие-нибудь курьезные случаи или что-нибудь такое. Бывало у вас? На самом деле, у меня очень много-очень много моих астек в интернете сделано. Вот, под моим именем Света. На самом деле, ни в одной астеке меня нету, потому что только в одной астеке дорожает только я, там, с моим личным паролем есть я. Как бы, очень много со мной общаются, на самом деле, звезд, так далее. Там, Лера Кудрявоса, Лерка Злова. На самом деле, я сейчас только с ними, на самом деле, Леонидову Королеву и так далее. А вот, для меня, как бы, тема, как бы, чуть-вуси, такие звездкие общения, которые мне ближе, как бы, роднее. То есть, звездкая тусовка вам роднее? Да, она много чем... Откуда же у вас такое пошло, что у вас родное? То есть, обычные люди вам не интересны. Только звезды, нынче, интересны молодому поколению. Представляете, что творится вообще в нашем мире? Знаете, просто я, как бы, вас манит экран, вас манит вот свет, хочется погреться вокруг света звезды. Просто я, как бы, с 5 лет наступаю на сцене, на самом деле. Я, как бы, занималась... Что вы делаете? Вы поете? Я пою, там, да, двумястройка, непосредственно, потому что, там, как бы, эстрадный звезды, поэтому, там, мы, как бы, пародировали разных звезд. В митинге, на сцене, мы тут были концерты Кремлян, и в Олимпийском, там, где мы выступали, там, у нас и Басков, кто-то, нас просто все, пели, и Алиска. Басков подпевал вам, да? Да, все, мы там его подпевали. Вот, там, где был очень круто, там, просто и Лазарь, там, просто все. Блин, я, подождите, я что-то не поняла, с обычными, то людьми вам не нравится, вообще-то, да? Ну, почему, нравится, потому что в интернете вы с обычными молодыми. Это интересно, это мне очень интересно, просто с ВИДЖЕМИМТВ. Не разумеете, это настоящая, если на каналахе она меня перебивает, она меня даже не дает слово вставить, так сказать, с ВИДЖЕМИМТВ, то есть вам интереснее познакомиться с ВИДЖЕМИМТВ, но ВИДЖЕМТВ ведь не выступит в интернете. Нет, я их уже знаю, это что-то не затратилось-то. Так, подождите, ну, а молодой человек у вас есть? Ну, конечно. Конечно. Есть молодой человек, но он обычный? Нет. Это звезда? Да. Ну-ка, расскажите. Это звезда, конечно, звезда. Это эффективная звезда, которая, как я занималась в гипотетах, потом присаживаю безлойку, потом учусь на МГУ, в самом деле, на 4-м курсе, и работаю на телевидении. Кто же он? Раскройте это лицо. Я не раскрою это лицо, в самом деле. Ну, почему же? Он еще пока не знает, что вы вместе? Нет, он знает. То есть он знает все-таки, что вы встречаетесь, да? Да-да-да, конечно. Ну, ладно, хотя бы подсказка. Где он работает? А, он работает на МСВ. Артем Королев, что ли? Да. Артем Королев, ваш молодой человек? Да. Артемка, привет. Мы тебе передаем все вместе привет. В общем, я поняла. Ладно, давайте последний вопрос. А что вы говорите, вы поете? Что вы поете? Давайте для Артема Королева, мне кажется, нужно передать молодому человеку, своему Артему Королеву, привет. Вот. Что вы поете? Расскажите. На русском, на русском, на... на... Слушайте, вот сейчас вот можете прямо вот нам... Вот мы хотим. Да. Соспеть. Вот держите микрофон, вам может помочь, подержать. Мне ничего не... А два клача это круто. А, круто. Да. А два клача? Два клача это сумка. Вот посмотрите на девушку. Мне недавно, на самом деле, я как-то один раз брала интервью у... А, ну, ridiculous. Мы тогда снимали с Машей Малиновской и.. Э.. Э... Эм... Э, ты сам будь, забыла как ее зовут. Вообщем, одна не важно. Не-не-не-нет, там была не Собчак, там была другая, тоже Ксюша. Так вот, что суть не в этом. Она там все выбендровалась и говорила, что, блин, приду двуми оклачьем и надушью инку. И буду мегамодной. А здесь девушка пришла вот такой сумкой, значит, еще у нее двака. Конечно. Это у меня Зара, это у меня тоже Зара, это у меня Пурпур. У нас есть три разных цехов нашего прошлого. Из Европейского и из ЦУМа. Трясович, а теперь я очень хочу, чтобы вы спели. Что вы поете? Вот держите микрофон. Так, это очень интересная такая история на самом деле. Я очень люблю, что пою. Просто там надо будет и фонограмма была бы, и все такое. Так, что фонограмма была бы тоже. Вот фонограмма была бы лучше. Нормальные звезды не поют по фонограмму. Давайте вот надо спеть, надо спеть серьезно. Ну, давайте, а что спеть? А что вы поете? А, разные, очень. Так, давайте русскую наружу. Нет, давайте попсу лучше, попсу. Давайте попсу что-нибудь из Viagra. Давайте. Только я петь не буду. Я, да, буду? Я не умею петь, я же разговариваю в кадре, я не пою. А, давайте просто, что я другое делать. Я буду разговаривать, а вы будете петь. Давайте. Давайте, вы что-нибудь, ну выбирайте песню, какую хотите петь, давайте. Девушка, между прочим, мы стояли, она сама к нам подошла, вот сама она просила, что называется, вот теперь надо петь на бит, публика просит, оператор уже сейчас жаждет послушать вас, давайте. Да, я сейчас стою уже, а что лучше, может Максим глюкозу, 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 что вам проще, давайте петь, Максим, вот по заявкам телезрителей мы хотим услышать Максим, алло, алло, еще один звонок, давайте, мы Максим, давайте, что, как будет? Так, давайте что-нибудь из нового пса, да? А я из нового ничего не знаю, я это петь не умею вообще. Так, чтобы такой номер, давайте, чтобы такой номер, да? Давайте, я вам помогу, давайте, давайте я, так, на уши подержу. А что лучше, быстро, чтобы тебе не медленнее, лучше? Как хотите, быстро, чтобы тебе не медленнее, что-то такое еще. Что-то было зажигательно, чтобы зрителям понравилось. Давайте. Итак, сейчас, Светлана, какая же фамилия? Яковлева. Итак, сейчас Светлана Яковлева практически в самом сердце столицы споет вам песню. Споет вам песню певицы Максим. Поехали. Микрофон надо по профессиональному. Смотрите, берёте, хватайте. Всё, нормально. Давайте. Я буду вас поддерживать. Держишь мою руку, знаешь как, в секунду просто так теряют лучшую подругу. И уже не больно я тебя, теряю я тебя, не знаю, не прощаю. В глазах моих печаль прошло, не мечтай, знаю, любишь его и тебя, мне не жаль. Просто не идешь по глазам, читай по губам, знаешь, я его никому не отдам. Было небо пополам и звёзды к ногам, а ты знала, что ты за ним попитам. Но читаешь по губам, учись по глазам, я тебе его никогда не отдам. У-ху! Слушайте, потрясающе, потрясающе. Спасибо большое. Слушайте, нет, ну вы знаете, а какой нормальный артист поёт под фонограмму, скажите мне, пожалуйста. Да, если бы звук был такой большой. Ну звук был бы большой, это понятное дело. Сильный и мощный звук. Колонки были бы крутые, на самом деле. Колонки. Ну, спасибо вам большое. А так, короче, на концерте в Кремле. Всегда, вот на концерте. Группа не пощадывается там постоянно. Каждый год своё героизмение просто регулярно встречает. Так что, ближайся, слава, на концерте. А обязательно. Там будут все звёзды и мы. Обязательно все звёзды и... Светлана, ещё раз фамилия? Яковлева. Светлана Яковлева. И, кстати, вы мне так и не рассказали. Вы тут мне, понимаете, песни поёте. Вы тут практически чуть ли не сплясали мне. Вы мне так и не сказали. В интернете у вас были какие-нибудь курьёзные случаи со знакомствами? Да, были, были. Расскажите. Мы, одна-то, подруга есть, как бы, подружка Филиппе Геркорова с Натей Стоцкой. Вау! Но после этого, знаете, она написала, что это была якобы не я, это как бы был мой двойник. На самом-то, где это была она, потому что там все фотографии были её. И, к тому же, ещё в то время она ещё, как бы, не знала вторую твою почту, поэтому твоя Настоцкая. Там надо открыть свои секреты и всё такое. Что-то я не понимаю, вы сейчас меня запутали. Настя Стоцкая не знала вторую своей почту? Ну, да. Когда мы с ней общались, как бы, там такая почта была. Поэтому это была точно Настоцкая. Очень смешной, курьёзный случай. Просто Настя Стоцкая потом решила так, технично слиться. Сначала пообщалась, пообщалась с вами, да? Да. А ещё Дубцова сейчас себе купила новое платье, как бы, для своей коллекции. Но, на самом деле, она сейчас беременная, потому что Дубцова уже нового мужа. И будет уже, как бы, мне кажется, какая-то вторая семья получится. В общем, хотите узнать последние сплетни? Хотите узнать последние сплетни из московской тусовки? Обращайтесь к Светлане Яковлевой. Да. А ещё, короче, у Максим будет скоро пиар-ход, который... Сейчас всё узнаете? Это просто бомба. Ну-ка, скорее. Одиночка. Одиночка. Да, и в этом бомбе будет переходить на Максим, как бы, её одной, и, как бы, ничего более, кроме 5 Максим. Вот. Потрясающе. А ещё будет, в общем, крутое шоу, бекланд-шоу в Олимпийском, 13 февраля. Которая будет скидать, у него всё привыкли. Прямо будет скидать в радио. Всё. Просто все наши друзья, на самом деле. Так что мы вас тоже ждём обязательно. Там приходите на бекланд-шоу. Это очень круто, на самом деле. Все зрители, все зрители ТНТ, скорее прибегайте и прилетайте. Всё. Конец эфира. Всё. Конец эфира.